Приветствую вас! Зеленский поставил Путину очень жесткий ультиматум, чтобы он на Рождество, имеется ввиду католические исчезки, вывел всех российских оккупантов с территории Украины. Кремля-шок. Они не знают, что делать. Ультиматум жесткий, надо выполнять. А беззубый щенок Володька Путин, ну сами понимаете, в тяжелом состоянии, вы уже поняли. Но если отбросить в сторону шутку, ход очень сильный. Знаете почему? А Зеленский помордасан, как шарахт Путина. И все. Время от времени появляются некие такие любители беззубого щенка. И в Европе, и в США, и еще там некоторые страны, которые начинают рассказывать. Ну вот видите ж, можно вести переговоры. Что? Путин же не совсем конченый. Ну он идет, конечно, но не совсем. С ним можно вести переговоры. Вот надо садить за стол переговоров. Надо вести переговоры. Я смотрю нету. Мы готовы! Вот пожалуйста. Есть хороший повод Рождество. Есть четкая дата. Пускай выводит войска на Рождество. Хорошо, уговорили. Можно на православное Рождество. Не католически. Уступают. Но все войска с территории Украины. Крым это Украина. На всяк случай для беззубого щенка. Пожалуйста. Ну мы понимаем, что конечно в Кремле не захотят, будут рассказывать про какой-то бредовый русский мир и так дальше. Умоляются. И теперь в Зелевском появляется шикарный аргумент. Для всех этих любителей Путина. Для всех. Как только кто-то пискнет, давайте переговорим. Тут и нет проблем. Видите? Как с ним можно вести переговоры, если ему предлагаешь конкретную дату, ставишь четкую цель, а он не хочет? Какие переговоры? Про какие переговоры вы говорите, ребята? Какие? Переговоры можно вести с человеком-менянином. Когда вы сказали, выводишь оккупантов с территории соседнего государства. Тогда начинаем переговоры. А если он это не понимает? Если он это не хочет делать? Такие же переговоры разные. Только уничтожение. Только уничтожение. Другого варианта нет. Нет. Действительно, ход очень сильный. Понимаете, в политике вот такие вот движения играют большой роль. Слова, заявления и так дальше. Сейчас действительно Зеленский переиграл. И Путина, и всех его любителей. Всю пропаганду Путина фактически перевернул. Теперь же Лавров, эта лошадь может сколько угодно говорить. Не сработает. Пескова это вообще никакого уровня играют. Не сработает. Ну никак не сработает. Ну что бы ни наговорили, вот пожалуйста. Не хотят. Вот так. Так что да, здесь действительно Зеленский молодец. Мажет. 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 Не, поймите, сейчас Зеленский, конечно, научился. Война научила. Война научила. Ну что ж, учимся. И это уже хорошо, что Украина научилась уничтожать путинскую Россию. Или у вас другое в ней? Неужели? Ладно, все. Благодарю за внимание. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Ну и все остальное. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok